МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Добрый вечер! В самом начале творческого пути Валерия, тогда еще Алла Перфилова, получила творческое воспитание от мэтра российской эстрады Иосифа Кобзона. После громкого развода со вторым мужем Александром Шульгиным певица встречает потрясающего продюсера Иосифа Пригожина, в союзе с которым рождаются ее главные хиты, из-за которого впоследствии артистка выходит замуж. Завоевав множество музыкальных наград, Валерия продолжает регулярно радовать зрителей новыми хитами, воспитывает троих детей, а также успевает заниматься полезной деятельностью для себя и общества. Итак, ребята, готовы ответить на 33 вопроса за 3 минуты? Постараемся, давай. Будем стараться. Готовы? Блиц! Да, конечно. Но перед стартом нашей программы я предлагаю заключить пари. Если вы не успеваете ответить на 33 вопроса за 3 минуты, тогда вы научите меня делать позу из йоги, собака головой вниз. А если мы выиграем, если мы что-то и ответим вовремя на 33 вопроса, тогда ты сделаешь татуировку с моим именем. Даже не с именем, а с портретом. Опа! На груди. Да! На груди или на плече. Сам напросился, между прочим. Ты напросился сам. Хорошо, по рукам. Договорились? Все. Итак, время для Валерии и Осипова Пригожиной начинается. Первый блок вопросов. Продолжите фразу. Меня называют русской Примадонной, потому что... Мадонной. Потому что у меня есть дети. Ну и идеальный завтрак это? Сырники. Бюджет нашей семьи в руках у? Мужа. Из-за частого окрашивания моей волосы? В прекрасном состоянии. Больше всего я горжусь? Своей семьей. Сейчас мой вес составляет? 55 килограмм. В неделю я трачу на спорт? Ну, не знаю. Четыре минимум. Четыре дня минимум. А, время или денег? Да, время. А, каждый день. Четыре дня. С появлением в моей жизни Иосифа Пригожина я? Я стала счастлива. У меня хорошее настроение когда? Всегда. Следующий блок вопросов это странные вопросы. Сколько зарубок должно поместиться на носу, чтобы все-таки человек запомнил? Некоторые с первого запоминают. Я к таким отношусь, кстати. Почему люди поют в душе? Потому что там акустика хорошая. С кем дружить с женщиной, если все мужики с во, а женской дружбы не бывает? Да, это мне нравится. А с кем дружить? Да, находить все-таки среди вот этих вот экземпляров редких. С редкими экземплярами дружить. Что может мешать катиться колобку? Отсутствие живота. Уши. Почему в штате Индиана число Пи равно четырем? Что, что, что? Почему в штате Индиана число Пи равно четырем? А потому что они в школе не учились. Бывают ли почтовые дятлы? Ну так, да, наверное. Слушай, почтовые, туда почту складывать. Если нужно делать почтовый ящик, нужно позвать почтового дятла, чтобы он выдолбил там норку. Когда вы поняли, что Деда Мороза не существует? В пять лет. Почему маленькие часики смеются? Ну что делать? Вот так над нами жизнь смеется. Время смеется, язык нам еще показывает. Итак, у нас рубрика «Брейк тайм». Мы останавливаем время, чтобы передохнуть. У вас есть замечательное хобби. Вы умеете вязать. И любите это делать, но делать и редко, видимо. Умела. Когда? Сто лет тому назад. Есть прекрасные нити. Есть прекрасные спицы. Иосиф, помогайте. Занька, дай я помогу. Мы уверены в вашей хозяйственности. Это, знаете, все, что вяжется по кругу, вот так вот, знаете, почему много спиц. Вот так вот набирается много-много, вот так вот. Набирается вот так и вяжется по кругу, вот так. Получается, что без швашки. Ну хоть какой-нибудь крючочек, петиличку. С удовольствием. Сначала берем две спицы. Это они вообще набирают на две спицы. Итак. Иосиф пригожий тоже теперь выявить, может, почему так иметь в виду. Я открыл рот. Все это было задолго до него. Зато можно связать замечательную шапку Наде и Иосифу. Шапку сейчас можно. А знаете, сколько носков можно сделать из моей шерсти? Если ее состричь. Или, как это называется, спрясть. Спрясть. Смотрите, сколько. Носки просто на землю. Какая скорость, какая техника. У меня техника была очень хорошая. Мне даже бабушка так быстро не вязала, как я. Вот я понятна, чуть-чуть, да? Чтобы хоть что-то похожее, да? Мы такие, типа, сейчас вот так. Посмотри, сейчас тебе маечку свяжем. За три минуты. А, ну, такие. Слушайте, ну, это же вообще замечательно. И внукам можно связать что-нибудь. Да, и внукам. Заянка, я знаю, что ты будешь делать, когда в старости. Не поверишь. Я найду дела себе более интересные. Хотя, друзья, в прошлом году, кстати, я искала один свитер, прям свитер своей мечты. И не нашла. Потом думаю, дай-ка я свяжу. Что-то задачилась, даже какой-то журнал себе закачала. Слушайте, потрясающе. Так, держи. Сейчас еще немножечко, и я вам шарфик. Шарфик. Так, Валерия, мы убедились. Валерия, я вошла в автор. Нет, уж стойте теперь. Слушайте, теперь стойте, пока не свяжу. Это как сиречка. Вы и сами напросились, кстати. Это медитация. Слушай, сейчас так раз, да, в транс. Я пала в транс, слышишь, так. Слушай, замечательно, в самолетах, в поездах. Что бы можно было? Ну все, покажи. Знаете, сколько я платьев перевязала, всяких юбок, боб за всю свою жизнь. Ничего себе. Держи микрофон. Мы убедились в этом. Вы готовы продолжать? Ну поехали. Поехали. Что еще? У нас время пошло. Следующий блок вопросов, это вопросы из категории или-или. Губани дуры, верхние или нижние? Пойдемте. Обе. Обе. Вы пашите как ложечка или как трактор? Как пони. По паспорту вы все-таки Алла или Валерия? Валерия. Вам больше нравится петь быстрые песни или медленные лирические? Честно, лирические. Что сложнее? Мне тоже нравится, когда напоют лирические песни. Что сложнее, воспитывать сыновей или дочери? Ой, легче управлять целой страной, чем заниматься воспитанием своих детей, я так сказал Черчилль. И был прав. Цветы после концерта сдать в палатку или сделать ванну из роз? Ни то, ни другое. Просто поставить букеты все в вазы, расставить и превратить в дом в варанчере. Кто первый просит прощения, вы или Иосиф? Я. Чаще. Чаще Иосиф, потому что он чаще бывает виноват. Я быстрее ответил. Вы вмешиваете? Вы вмешиваетесь в личную жизнь детей или наблюдаете со стороны? Наблюдаем со стороны, пытаемся иногда что-то подвякивать, пытаемся, но вовремя замолкаем. Четвертый блок вопросов – это личная жизнь. Валерия, вы овен, а родились в год обезьяны. Так состройте какую-нибудь гримассу. За что вас любит Иосиф Пригожин? За все. Вот, я так знала этот ответ. Вы не успели ответить на 33 вопроса за 3 минуты? Главное не количество, а качество. Да. А так как вы проиграли по нашему спору, который у нас был оговорен… Я знаю, что Валерия, вы богиня-югиня. Но так как вы сегодня в таком великолепном виде после выступления, я думаю, что вам будет не совсем комфортно и удобно. За вас будет обываться ваш супруг вместе со мной. Так, Иосиф, знаете ли вы такую позу собака головой вниз? Мордой вниз вообще-то так, собака мордой вниз. А Валерия, может, нас… Я буду вас поправлять. А кто первый нашел? А мы можем вдвоем. Так, давайте. На четвереньки. Четвереньки. Руки, руки, рука моя, попрись. Теперь выпрямляю ноги, ставь пятки. Поднимай и ставь, постарайся. Если пятки не садятся… Ну, значит, надо вот так, надо… Секундочку. Я сейчас все сделаю. Нет, зачем вы какие-то непонятные? Так. Что вы… Саинька, туда, ты должен вот… Саинька, такие подробности не нужны. Ну, подожди, ты штаны не снимай. В общем, должен быть прямой угол, правильно, как я понимаю? Ну, не прямой угол. Короче, что дальше? Собака дальше. Короче говоря, спина должна оттянутся, руки, ноги должны быть сильные. Отталкиваться руками и отталкиваться ногами. Газманова надо позвать, он делает все позы. Ну, в общем, все. Иосиф, вставайте с колен. Спасибо вам большое, Валерия. Спасибо вам за инструктаж. И у меня есть любимая поза. Обращайтесь. Вот моя любимая поза. Шавасана называется. А, это в конце расслабления, когда… Поза глубокого расслабления, да, называется. Шавасана. Слушайте, ну, с такой спортивной, осведомленной женой, Иосиф не зря выглядит потрясающе. О, я ж наберу упала. Спасибо. Так, держите. Спасибо вам большое. А, я рад был встрече. А уж как мы рады были. Ой, ребят, ну посмеялись мы, конечно, от души. 33 вопроса за 3 минуты, без пауз. Ну, это весело. Это весело, да. Это все равно, что пить воду из бутылочки, не выдыхая. Как сказала. Как сказала. На одном дыхании, короче. Прям как Амар Хаям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова